Есть такая штука, параметр Resolution при изменении размера фотографии. Он же DPI, он же PPI. Какое значение нам нужно выставлять? 72, 150, 300, может быть вообще поставить миллион? На самом деле абсолютно без разницы. Спасибо, что смотрели это видео, надеюсь, вам понравилось. И пока. Или не пока. Зачем-то этот параметр есть. Вот давайте разберемся, какое значение нам нужно выставлять, чтобы мы больше с вами не тупили. Меня зовут Максим Густарев, и мы начинаем. Поехали. Для начала давайте озвучим тезисы. Resolution — это плотность вашего изображения, выражающаяся в простом соотношении количества информации на дюйм вашего изображения. Resolution может быть двух типов — аналоговым и цифровым. Аналоговый DPI — dots per inch. Это количество именно точек на линейный дюйм вашего изображения. Этот параметр используется в аналоговом виде представления информации, то есть в печати, когда печатаются газеты, баннеры, журналы и так далее. А PPI — pixels per inch — это абсолютно все то же самое, только уже не физические точки, а цифровые пиксели. Используется при отображении фото на мониторах, экранах ваших смартфонов. И также PPI можно отнести к плотности пикселей на матрице вашего фотоаппарата. Для простоты давайте сотрем грань между DPI и PPI. Пока что пусть для нас это будет одно и то же. Resolution — это количество точек, ну, либо пикселей на линейный дюйм вашего изображения. И это простая пропорция, которая вычисляется благодаря двум основным параметрам изображения. Грубо говоря, если ваша распечатанная фотография состоит из тысячи точек, имеет длину в 10 сантиметров, это будет означать, что ее плотность будет 100 точек на линейный сантиметр. Ну, а в пересчете на дюймы это уже будет около 250 DPI. И вот чтобы стало более понятно, зачем вообще этот параметр существует, давайте с вами разберем некоторые примеры. Из самого простого давайте вычислим PPI этого монитора. Это 4К 27 дюймов. И какое у него разрешение? 4К. 3840 на 2160 точек. Это разрешение. Но вопрос, какая у него разрешающая способность? Какое у него PPI? Для этого нам нужно поделить количество точек по горизонтали на его ширину. По горизонтали у нас 4К монитор насчитывает 3860 точек, а его длина составляет 595 миллиметров. Произведя математическую магию, можно сказать, что плотность точек этого монитора 6,45 на 1 линейный миллиметр. Если пересчитать это все на дюймы, то мы получим плотность 163 DPI. Ну, либо PPI в данном случае, так как мы работаем именно с пикселями. А вот, кстати, плотность айфона при разрешении 2778 точек на 1284 при его небольшой диагонали получится 458 PPI. То есть, плотность точек на сотовом телефоне практически в три раза больше, чем плотность точек на экране монитора. Почему бы производителям мониторов не делать такие же DPI, такие же плотные матрицы, как на сотовых телефонах? Современные экраны мобильных телефонов, мониторов, телевизоров, принтеров, фотоаппаратов и так далее, все они стремятся выполнить одну задачу — это отобразить изображение без пикселизации, чтобы зритель не отвлекался на составляющие этой фотографии, а чтобы он видел фотографию целиком. И чтобы растровая картинка избавилась от архаичных углов, была более реалистичной. Вспомните свои первые игровые приставки типа Dendy либо Sega, тот же самый Tetris. Все состояло из маленьких квадратиков. Помню, у меня был телефон Siemens SX65 с разрешением экрана, по-моему, 128 на 128 пикселей, и там все состояло из квадратов. Постепенно экраны совершенствовались, и вот настоящим прорывом стал 2010 год, когда Стив Джобс презентовал iPhone 4 с на то время, наверное, ультрасовременным экраном Retina, что в переводе сетчатка, с каким-то заоблачным значением плотности в 326 ppi, что, в свою очередь, превосходит рубеж в 300 точек на дюйм. Давайте запомним это значение, потому что оно для нас очень пригодится в будущем. Идеальное зрение человека имеет разрешающую способность в 0,6 угловой минуты, то есть 0,01 градуса. Это означает, что с расстояния 5 метров вы спокойно сможете прочитать самую низкую строчку на медосмотре, где буквы в высоту имеют всего 3,5 миллиметра. Звучит, на самом деле, не особо правдоподобно смотреть на текст высотой 3,5 миллиметра с 5 метров. Поэтому отходим. Вот где-то, наверное, здесь сейчас расстояние как раз 5 метров. И да, я их вижу. И это при условии, что у меня нормальное зрение. Смотря на сотовый телефон с расстояния 30 сантиметров, разрешающая способность у нашего глаза будет в 470 точек на дюйм. 470 ppi. А если мы приблизим сотовый телефон к глазу на расстоянии 20 сантиметров, то ppi уже возрастет до 700 точек. Но тут важно учитывать один очень-очень важный факт, что не все люди обладают остротой зрения, как у орла. И подавляющее большинство людей имеет обычное нормальное зрение, что снижает параметр ppi до условных значений в 300 точек на дюйм. Поэтому даже айфона 2010 года будет вполне достаточно для того, чтобы не различать пикселей и уже полностью погрузиться в информацию, которую человек видит на экране сотового телефона. Поэтому абсолютно не имеет никакого смысла добавлять в экран вашего монитора 300, да даже 250 ppi, потому что зритель все равно их не увидит. Мы находимся на достаточно большом расстоянии от монитора, и будет в нем 150, либо 200, либо 300, либо 1000 ppi, мы практически этого не различим. Все, что уже уходит за пределы 160-180 ppi для 27-дюймового монитора, для нас считается идеальным. И здесь стоит учитывать еще один факт. Когда я открываю изображение на экране своего монитора, к примеру, данное изображение имеет в длину 2560 точек, и если я открою параметр image size, у меня будет сохраняться resolution 300 пикселей на дюйм. Я могу здесь поставить абсолютно любое значение, к примеру, единицу. И если я не буду ставить галочку resample, то есть я не буду изменять физическое количество пикселей, то есть 2560 точек по длине останутся сохранными, то я могу поставить абсолютно любое значение resolution, и оно абсолютно никак не повлияет на результативность картинки. Сейчас я вижу на экране картинку, с каким ppi. Будет ли сейчас resolution 3000 точек на дюйм? Нет. На самом деле, resolution данной фотографии при зуме 100%, когда каждый пиксель изображения отображается на каждом пикселе монитора, dpi данной фотографии будет равняться dpi монитора. В данном случае 163 пикселя на дюйм. Отсюда можно сделать вывод. Если вы сохраняете изображение под публикацию в Инстаграме, ВКонтакте, неважно, вы делаете эту фотографию под интернет, вам абсолютно не важен параметр resolution. Можете поставить туда что угодно, он будет игнорироваться, потому что любое устройство постарается воспроизвести ваше изображение на экране full size. Развернуто. Хоть и в метаданных у вас будут какие-то заоблачные значения ppi. И отсюда также возникает вопрос. А зачем же нам вообще тогда dpi нужен, когда мы его будем использовать? Повторюсь, если вы готовите фото под интернет, он вас не интересует. Но если вы печатаете фотографию, здесь он будет уже намного полезней. Все принтеры, как и мониторы, имеют свои параметры resolution, разрешающие способности. К примеру, домашний принтер может вам выдать качество картинки в 200 dpi. Если у вас какой-нибудь дорогой фотопринтер, который печатает небольшими слайдами, там 13 на 18, 10 на 15, он вам выдаст разрешение в 600 dpi. Самым качественным и оптимальным на данный момент способом печати является офсетная печать. По ней печатаются все баннеры, журналы, газеты, листовки, буклеты и так далее. И разрешающая способность офсетной печати равна 300 dpi. Поднимать планку выше, опять же, нет никакого смысла, потому что мы читаем, смотрим журналы на расстоянии 30 сантиметров. И еще, как завещал нам Стив Джобс, нет никакого смысла повышать разрешение при наблюдении изображения с расстояния вытянутой руки. Именно поэтому, если в дальнейшем вы планируете что-то печатать, соизмеримое с журналом-буклетом-листовкой, используйте 300 dpi, и тогда все будет окей. Давайте рассмотрим еще один элементарный пример. Вопрос. Какого разрешения должна быть наша фотография, чтобы мы ее смогли распечатать на фотопринтере с разрешающей способностью 300 dpi в формате А4? А4 формат, длину у нас имеет 297 миллиметров. 300 dpi при таком размере печатного оттиска будет обязывать нас иметь разрешение изображения как минимум в 3,5 тысячи точек по длинной стороне. И вот вам ответ. Ну а что, если разрешение нашего изображения изначально было маленьким? К примеру, у нас фотография имеет размер изображения 1920 на 1080 точек в Full HD. В каком максимальном размере мы сможем ее распечатать на фотопринтере в 300 dpi? Ответ 162,5 миллиметра. Всего лишь 16 сантиметров. И что же будет, если вы попытаетесь распечатать Full HD изображение на формате А4? Оно растянется, и вы просто получите недостающую резкость. Картинка будет более мыльная. И здесь я дам еще один совет. Если вы готовите какую-то публикацию под печать, либо фотографию, либо буклет, либо баннер, журнал, неважно что, используйте значение dpi, соответствующее разрешающей способности принтера. И берите физические размеры печатного оттиска, какие вы хотели бы получить на выходе. А разрешение, как третий параметр, при двух других известных у вас выставится автоматически. Вопрос номер три. А что, если я хочу распечатать гигантский баннер на весь дом? Какого он должен быть разрешения? На первый взгляд, может показаться, что в длину он должен насчитывать многие миллиарды точек. Но на самом деле все намного проще, и все упирается в банальную пропорцию. С какого расстояния мы будем смотреть на этот баннер? Я не думаю, что с расстояния метра мы ничего не увидим. Нам нужно будет достаточно сильно отойти. Классические билборды, которые мы с вами видим на улице, пока едем на машине, имеют размеры 6 на 3 метра. И смотрим мы на них, как правило, сидя из машины, ну, с расстояния метров 10. Решив элементарное уравнение, можно сказать, что билборд должен быть в длину всего 2000 точек. Что в переводе на DPI получится 8,5 точки на линейный дюйм. Многие типографии, специализирующиеся на печать таких билбордов, берут, ну, некий запас. И в среднем печатают в 30 DPI. Использовать более высокие плотности, ну, это нецелесообразно и просто дорого. Подводя итог, можно сказать, что DPI нам понадобится, именно выставление в настройках фотошопа этого параметра, нам понадобится только в том случае, если вы готовите фотографию, изображение, публикацию под печать. И на выходе вы хотите получить строгие размеры, физические размеры с идеальным качеством, с идеальной разрешающей способностью. Во всех остальных случаях, если вы готовите изображение под интернет, параметр DPI спокойно можно игнорировать и выставлять абсолютно любое значение. Планировал я эту тему рассказать за 2 минуты, не получилось. Видео получилось достаточно большим, но я надеюсь, оно все же вам понравилось и что-то полезное вы отсюда выцепили. Вам большое спасибо за лайк, за подписку. Обязательно поставьте его, мне будет очень приятно. И до новых встреч, пока.